Приветствую! Это свежий утренний брифинг. Сегодня мы с вами посмотрим, что случилось с процентной ставкой в Российской Федерации, как на это отреагировал и, возможно, еще отреагирует российский рубль. Посмотрим, как у них там дела, новый рекорд, баланс Федеральной Резервной Системы США. Там же инфляционные ожидания, они претерпели некоторые изменения. И посмотрим на спекулятивные позиции в S&P 500. В общем, работ сегодня много, так что давайте начинать. Сегодня 26 апреля. Поехали! Начнем мы с наших дел. Центральный Банк Российской Федерации повысил процентную ставку в минувшую 5 на 50 базисных пунктов до отметочки 5%. Надо сказать, что для зрителей моего блога на самом деле это не должно быть новостью. О том, что это возможно и о том, что об этом речь назрела, мы уже с вами говорили. Почему-то мне кажется, что уже есть предпосылки к тому, что повышать надо не на 0,25, а сразу на 0,5%. Скажем так, пойдет ли на это Эльвира Небюльна или нет, не знаю. На 0,5% повысить, это значит пойти на опережение. Конечно, российский рубль умел укрепиться на этих событиях. Ну и, как говорится, грех было не укрепиться. Смотрите, пожалуйста, на табличку «Риск он рисков», ссылка на которую есть в описании к этому видеоролику. Здесь мы с вами видим прекрасно, что за последние три торговых дня до прошлой недели цена на наши государственные облигации начала расти. Нефть, как минимум, не заваливалась. Доллар США, здесь он инверсированный индекс доллара, продолжал ослабляться. Ну и наш российский рубль, конечно же, и за четверг, и за пятницу укрепился. Надо сказать, что вся прошлая неделя, а точнее ее конец, был очень позитивный для российской валюты. Позитивно действовал и отвод, так сказать, после учений войск Российской Федерации с юга России. И о том, что, в принципе, экономический саммит прошел достаточно беспроблемно, если уж так говорить. Ну и, конечно же, то, что сделал Центральный банк Российской Федерации. Более того, да, уже даже появляется информация о том, что как бы намечается, ну, примерный срок встречи Байдена и Путина, это июнь. Ну, позитив на позитиве, поэтому не вырасти, что называется, грех. И рубль не прибегнул этой возможностью. Однако здесь хочется отметить еще одну вещь. Дело в том, что с повышением процентной ставки Центральный банк Российской Федерации увеличил и прогноз по инфляции до отмечки 4,7-5,2 за 2021 год. То есть теперь уже никто не говорит о том, что пик инфляции придется на апрель. Все уже прекрасно понимают, что инфляция продолжит расти. И глядя на эти ожидания, мы с вами можем предположить, что Центральный банк Российской Федерации должен прибегнуть к еще повышению процентной ставки как минимум на 1%. То есть я не исключаю нифига, что Центральный банк Российской Федерации на следующих заседаниях продолжит повышение процентной ставки еще на 0,5, может быть еще на 0,5. В общем, к концу лета или может даже к середине лета мы с вами смело увидим 6% как ключевая ставка Центрального банк Российской Федерации. Ну и соответственно кредиты, депозиты, все оттуда вытекающее. Но все это будет оказывать поддержку для российской валюты. И здесь уже есть своего рода гармония. То есть рубль здесь на этом может застабилизироваться. Гармония может быть та самая, которая подразумевалась золотым сечением, которое было на брошке Эльвира Набюлина в этой пресс-конференции. Но давайте посмотрим немножко на техническую картину, что нам может быть здесь уготовлено. Значит, российский рубль, конечно же, укрепился. И я, честно говоря, нисколько не исключаю, что укрепление российской национальной валюты еще продолжится. И если мы говорим с вами про фьючерс, например, сишку, то 75 тысяч и 73,350 вполне возможно, что мы с вами будем наблюдать эти значения. Не исключая я, что 74-73 рубля за доллар мы тоже с вами увидим эти значения. Какие-то там более низкие уровни 72,5, 72, не знаю, очень-очень сильно сомневаюсь. Но укрепление в целом, в целом укрепление можно ждать. На евро к рублю тоже, значит, и 87 это было бы просто подарком, а так 89, значит, под 90, в общем, тоже вполне возможно. Вот такой сценарий, как минимум, базовый. То есть, достаточно позитивненько все плюс-минус складывается. Но весь этот позитив, он очень-очень ушаткий. Давайте уж будем говорить о том, что геополитический риск на самом деле огромный. И прошлая неделя была, может быть, как-то и позитивно для рубля. На этой неделе мы с вами можем увидеть какие-то санкции, опять какие-то вооруженные эскалации и прочее, прочее, прочее. Все это, конечно, риски для российской национальной валюты. Но если ничего не произойдет, ждем укрепления рубля, возможно, более интересного курса на самом деле. Обратим внимание на то, как дела обстоят с вакцинацией и с коронавирусом. В принципе, если мы с вами посмотрим на Российскую Федерацию, мы видим, что у нас все плюс-минус спокойно. Вторая волна закончилась, о третьей волне пока никто не говорит. Правда, зачем-то нам объявили дополнительные нерабочие дни сохранения заработной платы. Предприниматели до сих пор не понимают, что это такое было в прошлом году. И сейчас, собственно говоря, столкнемся с тем же самым проблемами. Что называется, никогда такого не было. И вот опять. Но проблема в основном в Индии. Конечно, самые большие проблемы именно в Индии. Здесь я напомню, что Индия это третья страна по спросу на нефть. Так что, если спрос на нефть со стороны Индии будет снижаться дикими темпами, это может уронить цены на нефть. Поэтому будем держать руку на пульсе. Для этого я, в принципе, и создал телеграм-канал. Ссылка у меня есть в описании. Здесь на экране вы тоже видите прямую ссылочку. Так что, следим за ним. Обращаем внимание мы с вами на темпы вакцинации. Так называемый трекер по вакцинации. Предоставлен Bloomberg. Ссылка есть в описании к этому видеоролику. Не забываем за эти материалы ставить лайк под видосом. Находим здесь Индию. Обнаруживаем, что в принципе в Индии не все так плохо. Однако 1,6% от популяции получили два компонента вакцины. А вот один компонент вакцины получили 8,7%. Это очень маленькие значения на самом деле. Ну, 8,7% это, конечно, уже хорошо. Считайте, что практически в три раза будет увеличение вакцинированных людей через примерно две недели. Тут в этом плане, конечно, Индию надо спасать. Я считаю, честно, что Индию надо спасать. Об этом уже даже говорит США. Как вы считаете, кстати, напишите в комментариях, стоит ли Индию спасать на благо того, чтобы, не дай бог, они там не захворали и экономика их не остановилась. Потому что остановится их экономика, от этого в целом пострадаем. Ну, не то, чтобы мы пострадаем, но будет, скажем так, неприятно. В Российской Федерации, кстати, все тоже идет более-менее гладко. 4,6% популяции получили два компонента вакцины. Но это и через две недели будет 7,6 примерно. Хотя, опять же, Индия нас даже обгонит. При том, что сколько людей в Индии, сколько у нас. Так что давайте так, 2,5 миллиона в Индии прививается в день. А у нас это делается всего лишь 740 тысяч прививается в день. Так что мы можем, ну, мы, оказывается, не можем, да, но вот то, что у нас не так много людей в Индии, нас в какой-то степени спасает. Здесь хотел бы я обратить ваше внимание на Англию, да, потому что у них там вообще они идут огромными темпами. То есть, 18,8% привито двумя компонентами. И, внимание, половина населения привито одним компонентом. То есть, через две недели можно сказать, что там уже половина, каждый второй будет привито. Это коронавирусная история, это хорошо, от этого экономика будет только лишь расцветать. Так что Борис Джонсон в этом плане его действительно можно похвалить. Он жаловался, что есть действительно проблемы, но, видимо, дела какие-то делаются, и все идет как надо. Ну, и в США. Кстати, в США уже будет на второй строчке через две недели, потому что Англия однозначно их тут всех обгоняет. В Евросоюзе тоже определенные проблемы есть, но посмотрите, почитайте все это дело самостоятельно. Фондовые рынки тем временем находятся на максимумах, ну, как минимум, американский фондовый рынок. СМП-500 обновлял новые ХАИ, и спекулянты продолжают его шортить. Совокупное количество, чистая позиция в СМП-500 среди спекулянтов. В отрицательной зоне минус 50 тысяч учрежденных контрактов, что говорит о том, что спекулянты не верят в этот рост, продолжают шортить и оставаться в коротких позициях. И если посмотреть на график, то эти данные, которые мы с вами сейчас смотрим, это данные за 14-20 апреля включительно. И, глядя сюда, мы обращаем внимание, что за это время СМП-500 и обновлял, собственно говоря, ХАИ. Продавая, да, понятное дело, что моржинковые стопы где-то там наверху, это не значит, что обязательно по моржинковым, по стопам там всех там их накажут. Нет, это просто лишь такое дополнительное топливо, которое будет ускорять рост СМП-500 в момент обновления максимумов. Ну, справедливо стирать, да, заметим, что это уже достаточно длительный процесс, тот же самый СМП-500 и спокойно растет с начала апреля, и даже по большому счету серьезно-таки и не откатывается. Не менее интереснее посмотреть за балансом Федеральной Визитальной Системы США, там у них новый максимум, он составляет 7 триллионов 820 миллиардов американских рублей. И, казалось бы, новый максимум, боже-то мой, упасть, что такое, что происходит, но ничего страшного, на самом деле-то ничего страшного. Однако, внимательно посмотрим мы с вами за тем, как именно изменился этот баланс. Дело в том, что ФРС за минувшую неделю сделал очень интересные моменты. Она нарастила объем простыми бандами, порядка 35 миллиардов долларов в США было куплено обычных бандов и скинула на 7 миллиардов бандов с защитой от инфляции. То есть, как бы ФРС такие защитные бумаги от инфляции посбрасывали, обычные прикупили. Это не свойственно. Это было уже, но, в принципе, это не такое частое явление. И можно обратить внимание на то, что инфляционные ожидания в США начинают снижаться. То есть, за минувшую неделю, 16 апреля, например, по данным спреда на пятилетние долговые бумаги, 2,57% были вот такие вот инфляционные ожидания, а по последним данным это 2,44%. Конечно, снижение не такое серьезное, не такое крутое, но, тем не менее, оно происходит. Здесь рынок в какой-то степени у них стабилизируется. Можно даже, кстати, посмотреть, да, то есть, рассмотреть эти же самые пятилетки и обнаружить, что по большому счету в конце прошлой недели сбрасывались именно долговые бумаги с защитой от инфляции. В какой-то степени это говорит о том, что рынок, финансовый рынок и денежный рынок в США по большому счету стабильный, да, и, наверное, рынок стал верить и доверять Джерому Паулу в Федеральной надземной системе США, который то и дело говорит о том, что, ну, как бы, все спокойно, все нормально, инфляции, гиперинфляции там не будет, и мы видим с вами, что это даже и не закладывается в цены. Доллар США в целом на этом слабеет. На этой неделе будет пресс-конференция Федеральной надземной системы США. Посмотрим, будут ли какие-то изменения настроений в этом плане. Но пока что есть, то есть. Отчитались компании на прошлой неделе, на которую бы я хотел обратить ваше внимание. Это, в первую очередь, Американ Экспресс. Значит, выручка упала на 12% до 9 миллиардов долларов США. При этом прогноз были 9,2 миллиарда. То есть, выручка была хуже прогнозов. Чистая прибыль составила 2,2 миллиарда долларов США. Прибыль на акцию составила 2,74 доллара. При том, что прогноз был 1,61 доллара. То есть, здесь у нас выше прогноза. Так что, можно сказать, что отчет вышел более такой разнонаправленный. В какой-то степени оправдали ожидания, в каком-то степени не оправдали ожидания. Однако, значит, сам Американ Экспресс отметил о том, что расходы на путешествия и развлечения за минувший месяц выросли на 40%. Отчет более чем, на самом деле, хороший. Американ Экспресс где-то там в максимумах находится. Цены давно уже прошли те вершины, которые были до пандемийного уровня. Так что, бизнес, так сказать, восстанавливается. Ну, а цены, как мы видим, восстанавливаются еще серьезнее. Также в конце прошлой недели отчитался Intel. Здесь отчет поинтереснее, потому что, в целом, да, за первый квартал выручку составило 19 миллиардов 700 миллионов, что всего лишь на 1% меньше, чем годом раньше. Ну, а чистая прибыль, значит, составила 3 миллиарда 400 миллионов. Здесь хочется отметить, что отчет признан, скажем так, негативным для рынка, хотя, в принципе, все на уровне прогнозов. Почему? Потому что компания продала в основном микросхемы для персональных компьютеров, но продажи серверных микросистем, да, значит, Intel упали более чем на 20%. В отчете, конечно, написано, что этому есть логическое объяснение, но, знаете, в тот момент, когда AMD наступает на пятки, а NVIDIA уже создает серверные процессоры, да, так сказать, на архитектуре ARM, то для Intel все это может очень плохо кончиться. График, в принципе, это и подтверждает. Уверенное закрытие на вечерке в пятницу с провалом, значит, в общем, все очень плохо в этом плане, какого-то серьезного роста пока мы здесь не видим. Ну, и напомним, что на моем YouTube-канале есть плейлист, называется «Разбор отчетов», куда я добавляю разборы отчета этих и других компаний. В правом верхнем углу есть прямая ссылка после просмотра брифинга. Знакомьтесь с разборами отчетов, я думаю, для вас это будет и для меня полезно. Что касается событий на сегодня, то публикация финансовых результатов по РСБУ, по Интеррау, лента, также сегодня отчитывается РосАгро, операционные результаты и производственные результаты поля золота. Окончание локдауна в Индии отменяется, они, напоминаю, продлились до конца мая, так что здесь все в этом плане следим. Ну, а каких-то важных макроэкономических показателей для валют, как минимум, пока нету. Глядя на графики, можно отметить, что волатильность, в принципе, действительно на каком-то рекордном низком уровне, все идет в сторону ослабления доллара США в целом. И вот европейская валюта достигла отметочки нашей, да, это 1,21 ровно, это та отметочка, которая предполагалась по большому счету. Сейчас можно предположить, что эта тенденция продолжится, и 1,2160 мы можем увидеть, и 1,2250, если, конечно, не изменится ситуация. Пока все вот так вот. 1,2070, 1,20 можно рассмотреть как поддержка, все, что вниз, это коррекция, все, что вверх, основное движение, появление цены под 1,2 будет говорить о том, что инициатива вверх как минимум захлебнулась. Произойдет ли это сегодня или нет? Ну, сегодня, наверное, более-менее спокойный такой график должен быть. Напоминаю, что я уже сегодня провел брифинг-инсайт, трансляция специально для спонсоров, в правом верхнем углу есть прямая ссылка на все это дело, и там же есть и конкретные идеи, да, короткосрочные идеи, куда воткнуть в этом случае стоп-теки и так далее, так далее, так далее. Смотрим, ознакомливаемся, у кого есть в этом плане доступ. Наш российский рубль, коротко уже, в принципе, говорили, движение вниз состоялось, очень позитивно оцениваются и все те новости, которые были в конце прошлой недели, особенно решение по ключевой процентной ставке. Ну, 75-70, я думаю, мы с вами увидим, можно ли здесь брать-набирать, только если предполагаешь, что что-то пойдет не так. Знаете, это такой момент очень интересный. Значит, мы до сюда можем доехать, но все очень шатко, все очень ввалко, да, то есть если какая-то риски геополитические реализуются, то покупать будет поздно, да, то есть мы можем взлететь очень быстро. Так что пока, скажем так, причин, да, для того, чтобы много покупать, нет. Ну, скажем так, если сюда опустимся, просто цены потому что хорошие, взять, подождать, посмотреть, дождаться какого-то Армагеддона, который, как мне кажется, вообще может появиться, как нифиг делать. Доллар к рублю, соответственно, то же самое. 74 мы можем увидеть, 73 мы сами можем увидеть, 72, 60 под большим вопросом. Но вот, скажем так, курс на укрепление, что называется, взят. Евро к рублю тоже под 90, просто как нифиг делать, может быть даже и в районе там 89 поторгуемся, так что все здесь не так уж и сумрачно. S&P 500 постоянно вверх, очередной максимум был, не сказать, что что-то новое, не сказать, что что-то новое, значит, как поддержка, не то чтобы не работает, 4085-4050, до туда даже не опускается. Все объемы наторгованы здесь, тоже максимум, тоже держать, если есть что держать, шортить я бы не стал бы на самом деле. Ну, а если состоится какой-то провал, то в случае провала 4000 под 4050 будем рассматривать все это дело внимательно, да, почему это произошло. Вот, а все остальное, по большому счету, на мой взгляд, коррекция и не более, чем она. NASDAQ в этом плане 13810-13500 работает как поддержка уже в очередной раз, да, поэтому мы уже сколько, ну, сколько уже, раз, два раза уже доехали вот это вот расстояние, поэтому здесь с понятным стопом и понятными целями можно было в плюсе оказаться минимум несколько раз. Ну, по большому счету 14200 тоже можем достичь, надо понимать, что это абсолютный максимум, да, идти туда будем потихонечку помаленечку. Пока особых каких-то причин для дикого роста или для дикого снижения, честно говоря, я не вижу, хотя не исключаю, не исключаю нифига, что они могут появиться вот-вот. Наш российский рынок, конечно, воспрял духом, чего уж там говорить, движение вверх-таки состоялось, потому что ключевая ставка повысилась, потому что, значит, доэскалация какого-то возможного конфликта происходит, но то же самое, как и в случае с рублем, все очень достаточно жидко происходит, так что я думаю, что 150 тысяч, 153, 800 мы сами увидим, как нечего делать. Состоится ли какое-то ускорение вверх, не знаю, если ничего катастрофичного, так сказать, на геополитической арене не произойдет, я думаю, что вполне возможно, вполне возможно подрастем, все фондовые рынки в целом на максимумах находятся. Цены на нефть, которые тоже, скажем так, по волатильности явно снизились, есть риски для падения, я их отмечал, как минимум со стороны Индии, ну и с другой стороны дикого драйва для ускорения вверх, как минимум мы не видим, поэтому, наверное, все будет стабильным, все будет стабильно, на этой неделе состоится решение ОПЕК, посмотрим, что там будет, вполне не исключено, что каких-то новых договоренностей мы с вами не услышим, но знаете, как оно бывает, то есть, вот вбросы, постоянные вбросы, они могут быть, они могут давать какую-то волатильность, какую-то движуху, если не будет вбросов, я думаю, что все будет стабильным, вот в этом диапазоне цен, и может быть даже после решения ОПЕК, по большому счету, все, что вниз, я считаю, что все это коррекция, да, если, конечно, там не будет ухудшения ситуации, если Индия из Китая, да, все, что вверх, это такая вот, не то чтобы основное движение, но восстановление, назовем это так, в бренде, то же самое, 64 и 60-25 сможет сработать, как поддержка, ну, в принципе, не будем исключать более глубокое падение, вплоть до 57-40, 54-30, цены на золото, это единственное, что, вернее, в минувшую пятницу, так сказать, подешевело, в том числе, надеэскалации, и прочее, прочее, но, опять же, мир шаток, да, по большому счету, так что, если запрыгнули по тем идеям, которые были у нас раньше, дождитесь, вполне возможно, что золото еще может подрасти, нестабильно у нас в этом плане все в мире, так что, все, что вниз, как минимум, пока, да, все это коррекция, все, что вверх, это основное движение, хочется еще сегодня отметить ВТБ, да, просто глянуть на котировки, здесь у нас рост, такой оптимистичный, опять обещает, огромное количество денег в виде дивидендов, да, банком, опять Костин говорит о том, что акции компании ВТБ недооценены, в принципе, что логично, но просто хочется отметить, что это не сегодняшняя байка, да, в 2019 году завтраками о высоких дивидендах, в принципе, уже кормили, мы уже на этом подлетали, и подлетали, это в принципе, до отмечки 1.05, оттуда уже началась пандемия, сейчас мы находимся примерно на этом же уровне, будет ли этот драйвер дальше вверх переть или не будет, большой-большой вопрос, я в какой-то степени немножечко сомневаясь, поэтому я выдержал бы, если бы у меня были бы, но, честно говоря, я сомневаюсь, что это те цены, по которым нужно брать, как минимум, сейчас, а вообще за эту историю я бы последил. На этом все, встречаемся мы теперь уже с вами в утреннем брифинге завтра, не забываем ставить лайк, подписываться и писать в комментарии в поддержку видоса. Пока!